Я начну с 28 главы, с 6 стиха. И вырежи на них имена сыновей Израиля, 6 имен на одном камне и 6 на другом, в порядке старшинства. Вырежи на них имена сыновей Израиля, так как резчики по камню режут печати. Вставь эти камни в узорчатые оправы из золота и прикрепи к наплечникам Ифода эти камни, напоминания о сыновьях Израиля. Пусть Аарон носит на плечах пред Господом их имена, как напоминания. И вот, мы видим здесь перечисление и описание всякой одежды, которая есть у великого первосвященника. Я хочу обратить ваше внимание на две из них, две детали одежды. Первое это Ифот, а второе это нагрудник. И у этих двух вещей есть что-то очень необычное. На каждом из них написаны имена сынов Израилевых, имена колен сынов Израилевых. Все 12 колен Израилевых. Ифот одевают на плечи. И на каждом плече есть 6 имен сынов Израилевых. На двух камнях. И нагрудник, естественно, одевают здесь впереди нагрудь. И на них также написаны 12 колен сынов Израилевых. Но то, что необычно, если вы прочитаете 29 стихе. Написано, что нагрудник будет как будто на сердце великого первосвященника. На русском там переведено как на груди, а на иврите написано четко на сердце первосвященника. И вот эти две вещи. Имена сынов колен Израилевых, которые первосвященник несет на себе перед лицом Бога. На плечах и на сердце. И об этих двух вещах я хочу поговорить. Имена сынов Израилевых, которые он носит на своих плечах. Все это выражение само по себе, нести что-то на плечах, это означает действие. Даже мы сами говорим друг к другу, ты взял на свои плечи слишком много. Это означает, что мы что-то делаем, какие-то дела, которые мы делаем. Здесь имеются в виду все дела сынов Израилевых, и хорошие, и плохие. И все дела, все поступки самого первосвященника. Все это он приносит пред лицо Божье. И он ответственен за все эти дела. И все, что написано на нагруднике, это то, что находится на сердце. Это то, что относится больше к нашей сфере эмоций, чувств. Это вещи, которые мы можем понять, где-то судить, или принести пред кому-то. И вот этот нагрудник, он даже называется, иными словами, нагрудник суда, да? Другими словами, можно сказать, что великий первосвященник приносит перед Богом все дела сынов Израилевых и свои собственные, а также все чувства, переживания и мысли. С одной стороны, он должен был понять и принять каждого человека, который приносит жертву перед Богом. С другой стороны, он должен был почувствовать и как бы соединиться со всеми переживаниями этого человека. Принять покаяния этого человека в своих делах плохих. И две эти вещи очень четко показывают на то, что Иешуа сделал. Взять что-то на свои плечи, на свою ответственность и также на свое сердце. Может быть, это суды, может быть, это милость. С одной стороны, мы помним о Иешуа, когда он взял на себя этот крест. Он делал это физически, он тянул этот крест на себе. Но в кресте есть очень много смысла. Это был также стыд, это было также страдание. Плевали на него, смеялись над ним. Но он, как великий первосвященник, нес это на своих плечах перед Богом. И это не из-за того, что он что-то сделал неправильно. Потому что чаще всего, великий первосвященник делал все это не из-за своих проступков и грехов, но из-за проступков и грехов народа. И вот Иешуа делает то же самое, несет на своих плечах все страдания и весь грех всего народа перед Богом. Имена сынов Израилей, всех 12 колен сынов Израиля. Каждого еврея. Я говорю сейчас о евреях, и, разумеется, имеется в виду также каждого, кто прилепился к нашему народу. И вот он несет на своих плечах. С другой стороны, есть было что-то, что великий первосвященник нес в своем сердце. Мы знаем о Иешуа, что каждый раз, даже когда он миловал кого-то, прощал, когда он исцелял. Он действительно соединялся и чувствовал переживания этого человека. Мы даже видим, как он часто плакал, когда он что-то определенное видел. Он знал и мог почувствовать все переживания этого человека. И вот здесь мы видим, что он видел и чувствует переживания каждого и каждого из нас. И вот то, что он сделал, он принес все это перед Богом. И написано, что все это называлось, как бы, нагрудник суда. Суд. Потому что все приходит перед лицом Божьим. Каждый приходит перед лицом Божьим для суда. И каждого человека ожидают здесь или милость, или наказание. Это то же самое, что делал великий первосвященник, принося все двенадцать колен Израилю в перенесу Бога. И мы видим, что Бог или принимал жертву, или не принимал жертву. Или миловал и прощал, или не принимал жертву и наказывал. И вот Иешуа точно так же, как великий первосвященный, внес на своих плечах все переживания, весь грех и все проблемы. И приносил это перед лицом Божьим. И вот сейчас Бог говорит, приму ли я это? Действительно ли достаточно то, что он делал для того, чтобы простить? Верит ли человек, который приходит на суд, в эту жертву, которая была за него? И Бог смотрит на такого человека и решает, прощу ли я его или накажу. И есть здесь вещи, которые зависят от нас, от нашей веры. И в соответствии с этим мы получаем отношение, реакцию Бога. И все то, что мы читали здесь, то, что делал великий первосвященник, это все как бы напоминание перед Богом. Это напоминание вечное перед Богом. Бог помнит эти дела. Он помнит то, что сделал великий первосвященник, Иешуа, за нас. И каждый раз, когда Бог производит суд, Он проверяет ситуацию, в которой находится каждый человек. Что Он делал? Какие поступки? С другой стороны, Он смотрит также на жертву, которая была принесена за этого человека. И Он смотрит, относится ли это жертва, которая была принесена к этому человеку, и человек к этой жертве или нет. Соединились ли они? Есть ли между этим связь? И если есть эта связь, Бог смотрит на человека, на все его проступки, через эту жертву и говорит, есть у тебя защита, есть у тебя милость, у тебя есть прощение. Но если нет нет этой связи человека с жертвой Иешуа, за Него, то Бог выносит суд в соответствии с поступками, делами человека. И две эти вещи Великого Пересвященника, которые Он нес на своих плечах и на своем сердце, они точности показывают нам ситуацию и всю картину, что, что сделала Иешуа. Я хочу ободрить вас, то, что Бог помнит это и не забывает. И это как вечное напоминание пред Богом. И это ни разу не теряет своей ценности и значимости. И то, что важно для нас, это верить и принимать это. Аминь. Аминь.